Уважаемые дамы и господа, коллеги, Астрономность условно разрешает недержанная победа и воспитывает и закоряется изновительной путни. Вам всегда интересно посмотреть и проанализировать последствия важных исторических событий и произведить их влияние на следующий код истории. Такова острая победа, что принесла нас ранее. Это фундаментальный вопрос, который имеет важное значение для последствий войн эпохи 1812 года применительно к России. Что касается результатов, ну, вроде бы он очевиден, Россия держала полную победу, но, впрочем, не встречались и другие точки зрения, что Россия проиграла. Ну, это такая казуистическая и, я бы сказал, эпилепристика исторической науки, мол, Россия, выиграв, проиграла. Вот если прииграл тот Наполеона, тогда бы мы сейчас с вами жили как настоящие европейцы. Ну, вот, к сожалению, с моей точки зрения, Европа без России в эпоху 1912 года никак обойтись не могла. Я думаю, что роль России в извержении Наполеона в 2014 году не требует особого доказательства. Да и то, мне кажется, что жить в побежденной стране мне бы очень не хотелось. Ну, что касается, если уж говорить серьезно, по поводу тех последствий, которые принесла России отечественной войны на свободе и последующие заграничные походы, то надо сказать, что на самом деле в нашей ромке слабое представление о том, какие потери понесла Россия, какие решения понесла Россия в этот период времени. И, в первую очередь, в числовом отношении. Ну, вообще, цифры в нашей стране, вы знаете, цифры такая лукавая вещь. Тут воздействовали и идеологические, политические моменты. Хотя, если объективный фактор в том, что в тот период времени статистика, как наука, переживала период такой зачаточного состояния. Но, тем не менее, я хочу сказать сразу, что я не буду давать цифровые показания, какие авторы столько насчитывали в войсах, сколько насчитывали в ответ. Даю просто побольше на миг, поскольку временные рамки доклада, как вы слышали, уже сокращены. Тем не менее, в 2011 году в России насчитывалось, по данным статистики, 41-45 миллионов человек. Ну, это примерно адекватно французской империи, поселение которого составляло 2 миллиона человек. Ну, в российской империи, вы знаете, такой же дикима, «Симпляция», «Симпляция» давали периодически проводимые ревизии, но только по податному населению и по пушкому считалось количество душ. Ну, по сути, вот, иностранство в 1916 году являлось борьбой России против общевропейских коалиции государства. И Наполеон и его Великая Армия превосходила все, что видела и знала Европа до этого времени. Естественно, Россия в свою очередь смогла феодальность, чисто феодальность в России была при пластической державой, аккумулировать все средства для борьбы с захватчиками. Но какова численность армии? А тут цифры расходятся. Разнос среди мнений авторов достаточно колоссален от 500 тысяч до миллионов. То же самое можно сказать про ополчение от 511 до 250 тысяч. Ну и самый сложный вопрос это потери. Вот так Александр I из неосторийского императора в летом 1812 года он упоминал о огромных решениях, которые понесла Россия. Писал, правда, без всякой компетизации. Проявление пожелало, чтобы 300 тысяч человек были жертвами искупления без примерного нашествия. Но думаю, что и российский император взял эту цифру на глазок. Дело в том, что военные в ведомстве никогда особо не интересовались потерями наших. Военных вообще больше не интересовало сколько не хватает человек в рядах сражающихся. и поэтому посчитывался недостаток людям, чтобы моментально подвести пополнение войска. Но вот с этими данными можно, конечно, корреспондировать. Среди о 18 юридических наборах, которые были проведены в царстве Александра I, первые годы царства Александра I, но в среднем численность у всех акторов коллекция около двух миллионов человек. И ежегодная численность войск, даже в мир и военное время, от 500 до 600 тысяч человек. Многие фактически я не будут рассказывать о числовых данных различных авторов. Могу сказать, что я определяю войти в Россию в эпоху 19-го года, с 805 по 1815 год, примерно в 1 миллион человек в потере войск и потере среди мирного населения. Но надо сказать, что эта цифра тоже колоссальная для империи, в которой насчитывалось всего лишь свыше 40 миллионов жителей. И лучше дело обстоит из почти материальных издержек после войны. Но по официальным данным, где-то годовой бюджет России в 12-15 годах равнялся 150 миллионам рублей. Но это только на военное ведроство. Но на самом деле суммы превышали финансирование армейских структур. Это скромно цифру. Дело в том, что примерно 30-100 миллионов в год примерно, поскольку уже перед войной был создан особый секретный комитет, финансов в годах и армейских армейских структур. Кроме того, надо отнырить, что все авторы, как правило, ссылаются на отчетки крена, сделанные в 1815 году по суммам, израслуженные на действующую армию. Он предъявил эту сумму 157 миллионов, но на это же зрение эта цифра тоже не выдерживает никакой бюджики. Дело в том, что по положению обучающих больших действующих армии главнокомандующий имел право аккумулировать все денежные средства на территории, на которой находится армия. И этим военная структура очень активно пользуется. Потом не учитывалась подокная пробивность, постойная почтовая подводная строительная работы, заверновка продовольствия. Но самое главное армийские реквизиции. Дело в том, что это колоссальная сумма. Армия активно пользовалась в этот период времени, то есть выдавала за счет поставок продовольствия просто расписки о том, что эти средства провелись армией на нужные войны. И расчет по ним производился уже после 1815 года. Естественно, причем даже после смерти Александра I эти все денежные счета не были закрыты. Кроме того, не учитывалось добровольный принудительный характер пожертвований населения в этот период, особенно в 1812 году. Ну, по этим данным, это 100 миллионов, по другим до 200. Но фактически тогда, ну, среди, когда вы отмечают военного ведомства. Именно благодаря этой сумме в России не вспыхнула гиберпенпуляция, поскольку эти средства в первую очередь члены добровольные пожертвования на создание ополчения. Кроме того, на создание ополчения было заросло огромное количество средств и губернскими властями, и местным дворянством. Так что губерния должна выставить от определенное количество родников и снабдить их на 3 месяца продовольствия и жердовольствия. Ну, конечно, невозможно четко или полностью учесть все издержки и убытки среди мирного населения после войны. Ну, все понимаете, что тактика выживания земли было потому, что центральные губернии России были полностью разорены. Ну, допустим, на восстановление Москвы, я делю такие данные, был зараспорен годовой бюджет всего государства. Это только государственные средства, а не считая частные. Но также война оказала огромное воздействие и на промышленности. Но целые районы, особенно Московский промышленный район, был полностью практически уничтожен, и многие отрасли промышленности уже не восстанавливались. Вот, обычно, знаменитое татское производство Иванова возникло после 1815 года. Ну, всего лишь потери населения, я привожу вам данные из литературы, оценивали, что это в 1 миллиард долларов, в 1 миллиард рублей. Извините. Но думаю, что эту цифру надо понять на порядок, поскольку она не в интернерах тоже никакой критики, потерь была гораздо больше. Но если оценивать общую чертапность потери и материальные жертвы, то, надо сказать, что Россия, конечно, заплатила огромную цену за победу на Тополеон. И что же она получила за потоки вот этой людской крови, лишения, материальные издержки? Ну, в первую очередь, конечно, надо сказать, что Россия достаточно эффективно, хоть и на пределе своих возможностей, использовала и космическую систему хозяйствования и управления истинно бежали за институт верховной власти. Главное оказалось, что наполеон был незвержен, Россия сохранила свою политическую независимость, и лично получила возможность развиваться самостоятельно, а не по чужим рекламам, чужеземным рекламам и приказам. Ну, а какие материальные издержки, какие материальные выгоды получили? Ну, по Венскому Драктату мы получили присоединение Царства Бульского. Теперь уже с октября понятно, когда знаешь последующую историю, ясно, что это была стратегическая ошибка российского самодержания, Александра Первого. Собственно говоря, с его окружением было много противников этого присоединения, но тем не менее он настоялся, была его немножко мечта, поляка была даромой Конституции, одна из самых литеральных Европе, и только говоря, присоединение Царства Польского не привело к военным действиям. Вы знаете, что Австрия, Англия и Франция Мурмора объединились и чуть ли не не объявили войну в России, но тут подъезжали с применитель 100 дней на Параон. А уж с точки зрения не о политике, наверное, если я не здоров не ехать, но тем не менее, если рассуждать тогда на присоединение по Каптам правду, ну, во-первых, это было требование государства, чтобы компенсировать вот эти вот колоссальные потери, которые Россия и Слава и Натсу, но как с другой стороны, если мы послали в Капарту, самостоятельно вклинивалось как бы между Крузией и Африей, и русские власти, русские власти хотели бы, чтобы русские дипломатия показывала таким способом давления на правительство этих государств. Ну, и с точки зрения обороны и выступления это тоже был выгодный плацдар, Гермит был рядом, путь в Европу открыт фактически. С другой стороны, в случае иностранного вторжения удлинялась обороны системы обороны в российской империи. Ну, вообще, конечно, многие считают, что это посидеть территорию это благо, а на самом деле это большие расходы. И в данном случае они не оправдались. Дело в том, что органического влияния польской земли с Россией не произошло. Польское общество уже имело исторически сложившуюся собственную великой джаврой психологии и интернет, было ориентировано на Запад, очень чёртно на Запад, считалось ассоциальной частью Европы, и католического сообщества, но одним не славянского мира. Сильнее оказались и традиции, как и противоречия предшествующих иков. Никто ничего не забыл, и вот спорт славян между собой продолжался. Но нам, конечно, используя общества, даже сравнение с этими. Ну, как бы, два культурных элемента. если с ретературным языком Польши возникли где-то в 16 лет, если я не ошибаюсь, то Россия только в начале 15 века после наполеоновских войн. Ну, естественно, Польша во многом оторвляла жизнь российского затимационного держава на протяжении всего 19 столетия. Два польских постами, революционных шляхных. Но после 1831 года Польши стояла действующая армия, арабоскопа, 30 годов, когда поляк подкомандовали кинерал-приклаш Лоповский и сейчас и находилась на входе Крымской войны. Это были самые приспособленные части Российской империи, огромные, 10-300 тысяч человек. И мало того, когда возникла реальная угроза для страны, Крымская война, эти силы никаким образом не задействовали. Они стояли на западных границах, поскольку боялись, что начнется иностранное одержание иностранных границ с западом. Единственное, там один гражданский корпус в конце Крымской войны передвинули к Крыму, но этот корпус не участвовал в моих действиях. И вместо того, чтобы воздействовать на запад, Россия получила верную голодную поле, мало того, и компонент, который воздействовал на Россию, поскольку мульская миграция достаточно многочисленная, возбуждала инофинные отношения к России у европейского общественного мнения, и Европа таким образом активно действовала и давила на Россию. И очень немногие представители русской элиты понимали ошибочность этого курса, но это были леничные случаи, например, поэт Гайзин писал, мало того, что излечить болезнь, полагая, что в разгар польска, готовится в разгар польска возмущение 31-го года, должно исцелить порог. Какая выгода России быть внутренней стражей Польши? Гораздо легче при случае иметь с Ямлин ее врагов. И говоря уже о постынной роли, которую выиграли в Европе, наша миссия в Польше откинула нас на 50 лет от просвещения европейского. Что мы успели больше, что нет, все равно пятна наша проникна. Но такое четкое понимание ошибочности курса было с переключением. И вот историк Ключевский в 1905 году в своем дневнике записал «Мы присоединили Польшу, мы не поляка, приобрели страну, мы потеряли народ». В целом же присоединением СССР от 1913 года минусы вот этого присоединения я бы перевешивали плюс негативный воздух, которого мы ощущаем наверное и последний. Но отвечу то, что с трудом поддается какому-то эритическому исчислению, это моральный фактор после войны. Как Кушни написал «Время славы и восторга». Действительно, если мы возьмем любых представителей общественных течений, в России 19-го века все, безусловно, как один отдавали должное именно событиям 1812 года и воздействия их на общественное мнение России. Эпоха 19-го года конечно это длительный процесс, но тем не менее события 12-го года непосредственно взять для Парижа стали фиком военной и национальной гордости всех россиян. Но если мы вспомним историю, русские войска Кришни брали в Париж в Париж только один раз. И думал, брали же не будет. Один раз. Один раз. Второй раз в 15-м году брали мое отношение крузами. Валшаву не будем считать в 15-м году. Валшав не будет. Валшав Вот уже дискуссия. Хорошо. Ну, собственно говоря, вот эти победы русского оружия на плену в 15-м году добавили дополнение предшествующей военной славы 18-го века Драхьерова, Румянского, Соборова и сложили вот такой исторический фундамент ментальности для российского гражданина. На лист оставшийся в 15-м, я думаю, на 20-21-м году. Значит, по праву российские поданные могут гордиться своей историей. Не случайно, что именно после этого Дополеонских войн, допустим, была написана история Карамсина, которую стали читать все, возник русский литературный язык. Конечно, благодаря, в первую очередь, Кушкану. Давайте посмотрим, кого вы знаете, я с огражденом обращаюсь, кого вы знаете, допустим, из литераторов 18-го века. Ну, может, по-фамильному так, и вихли, и вихли, и вихли, и прочее, но блестящий русский литература родился уже после 12-го года, начиная с Пушкина, и он заложил основные языка. А Пушкин был современником по делинам женского возраста и событиям 12-го года, писал стихи еще на французском языке, но тем не менее, вот эта победа русского оружия, то, что дворянство обратилось вновь к русской культуре, к русской литературе, дало возможность Пушкину создать действительно, поистине, тот язык, на котором мы с вами говорим. Я уже не говорю о таких вещах, как, допустим, исследование покойного Андрея Григорьевича Тарковского о русской мегалористике, феномен мегалористики возник тоже после 12-го года. Все очевидцы старались как-то, каким-то образом, за 10 лет все события 12-го года, чтобы оставить подонку за свои воспоминания. Это было действительно таким лучом славы. Но с другой стороны, с другой стороны, если мы возьмем переписку людей того времени, то такие правды там «Вели бог России», «Проведение спасло России», «Вели бог России». Таких правдов огромное количество. То есть масса людей еще даже не осознавала после победы, что лапотная, крепостничественная Россия смогла победить самую передовую буржуазную Францию и, мало того, разгромить армию и подкомандующим кого-то, а с одного Наполеона, величайшего поддоводца. Вот это с трудом первоначально угладывалось в сознание многих «Россия» того времени. Ну и не случайно, конечно, если вы помните, деталь 12-го года там написано «Ни нам, ни нам, ни на мои, ни в мои». Это все ображение такого провинтационистского начала в русском менталитете. Ну, еще на этот момент я хотел бы обратить особое внимание это то, что в 12-м году не было разнопоя между государством и обществом. Да, государство было крепостическое общество, исключительно дворянское. Все остальные соцсловия ни перед правом голосе, ни перед социальной организацией. И дворянство определяло все направление жизни государства в тот период времени. Именно дворянство и государство имело общую цель победить Наполеона. Они действовали сообща. Они другому не мешали. Но возникла другая ситуация. Вот считается, что русские дворяне они пределали, что допустим, до 1812 года ездили в ученики там за границей. Только единицы все это могли позволить. Даже путешествие русского дворянина от возраста службы сына, допустим, из Твери, Петербурга, это мощный удар по дешевку был. А тут в 12-14-м году до полтора года примерно 30-40 тысяч русских офицеров это представители дворянства, одетые в офицерские шинели, получили возможность совершить путешествие по Венрогу. Это был определенный культурный шок. И ведь как раз перед 12-м годом огромное количество молодых дворян поступило в армию. И вы что о нем принесли? Все это кончилось в 1825-м году. Еще один момент как только вам на который хотелось остановиться. Еще будущий эксперимент, я помню, рассуждал с коллегами технических рекордов и как я, когда поступал в Московский университет. А вот война 12-го года она затормозила или ускорила оттенки предпосного права. И как раз совсем недавно я начал заниматься этой тематикой и с удивлением обнаружил, что практически никто об этом не писал у нас. Единственный историк, который написал об этом это был Камилов, историк начала 20-го века. Он писал, что конечно же 12-й год ускорил отмену крепостного права в России. Но так как посмотрят на рамки 12-й и 61-й год, но не так мне кажется этот вывод не это основание подсам с моей точки зрения ускорила отмену крепостного права не эти события, безусловно, а задержала, сдормозила победу крепостного права в остатке декабристов на Сенатской площади. Насколько Николай I считал, что только самодержавная власть, самая умная в стране может решать такие вопросы самостоятельно и с помощью других. И подавить в остатке декабристов он не хотел идти на поводу убыток декабристовщиков. И поэтому по этому и собственно при Александре этот вопрос актуализировался и заседали секретные комитеты были здесь все царство Николая I эти секретные комитеты также заседали и фактически отмена крепостного права была подготовлена к правлению Николая I Александр II только лишь его отменим. Если есть вопросы задавайте и как видите я только хотел сказать то что Дейтер Михайлович сказал конечно конечно было это право когда говоришь в Конституции 19-го года но то что интересное то что мало знакомое что историки русские мало знают что практически на конце существования королевства польского царства не было у этих молодежи было нужды или они желали самостоятельно в стране 19-й року 19-й год очень важен они просто хотели чтобы Конституция была соблюдена она не была с 19-го года это первое первое второе что это конечно когда мы предпоказываем отношение больше к России в 19-м веке это правда просит нам восстание в 19-м веке в 19-м веке я хочу только отдавать просто чтобы всю кабину покажите если могу пожалуйста спасибо большое спасибо большое спасибо хочу просто сказать что в 14-м году когда они уже завершали этот период ситуация обстановка совсем другая и полки русских которые будут сражаться в первой мировой войне они уже считаются в Варшаве практически как в своей в дневнике княжной Любоминской записано костюшка кровь переворачивается потому что Варшава уже стала более-менее стала думать по-русски так что сначала века это правда а уже в 14-м году больше более-менее она уже привыкла к этой русской власти знаете вы приведу такой вопрос что влияла ли война на отмену варшавого права наверное в первую очередь стоит рассматривать и регион например Волчийский край там действительно нет вот здесь вот здесь он должен думать действительно настигулировал это или наоборот вы знаете в рамке доклада меня не мог осветить всю эту проблему на самом деле на самом деле Александр Первый еще в польской величии сказал что он даст конституцию это 18-й год 18-й год даст конституцию и России ну собственно говоря борьба консервативных элементов ну представьте себе Россия победила зачем что-то менять кто у главного руля в управлении стоит это русские крепостники помещики в основном дворяне зачем что-то менять и вот на самом деле на самом деле Александр Первый чувствовал очень тонко чувствовал ситуацию общественное мнение общественное мнение это дворянство других не было общественных мнений вот он четко чувствовал да при Балтике можно вот он осуществил это но 20-е годы он отошел от всех репартистских каких-то начинаний почему-то потому что он пытался насадить слой военных поселян слой не забить новый социальный слой независимый от дворянства но это была бездомная мечта она провалилась и вот многие связанные с легендой о Петре Кузьмичин и все прочее что он ушел соцсетально от жизни хотя я не верю в эту легенду но тем не менее тем не менее вот так вот там стояло дело и собственно говоря весь этот груз он передал Николаю Первому и вся русская элита фактически вышедшая с 12-го года ведь у Николая Первого фактически все стадыжники это генералы 15-го года или штаб офицеры все они реально понимают что да мне надо ну как это очень опасный момент был в этом с 12-го